Из года в год обучение молодежи, как говорится, ради корочки, стремительно теряет свой смысл. Об этом молодым политологом КФУ лично заявил член партии «Единая Россия», он же депутат Государственной Думы Российской Федерации. Встреча с политиком состоялась в стенах университета на очередной встрече политического клуба КФУ «Полицковородка». Поступаешь в учебное заведение, подписываешь контракт, где написано, что ты можешь во время обучения получить стипендии, общежития, по окончанию, какая, например, зарплата, где будешь жить. Ну и, конечно, ты должен в указанном в контракте 5 лет, 10 лет, может быть, 4 года, может, 3 года, и пойти в обязательной парадке работать. А знакомительный доклад политика с ребятами в считанные минуты превратился в бурную дискуссию. Больше всего студентов-политологов интересовало, будет ли выбранное имя-профессия востребовано в ближайшем будущем, а также какова судьба тех специальностей, спрос на которых просто огромен. И самое главное, действительно ли оправдан этот выбор? Но иметь надо в виду, я об этом не говорил, если одна из сторон нарушает условия этого контракта, то закон предусматривает в двойном размере возмещение тех средств, которые были потрачены либо на этого студента, либо студент возвращает. Если не устраивает, трудоустраивает министерство или район, или предприятие, то он несет в отношении этого выпускника в двойном размере штрафные санкции. Как удалось выяснить, концепция 2020 года приема выпускников на бюджетную форму обучения с перспективой трудоустройства на ближайшие пять лет крепчает уже сегодня. А значит, можно смело предположить, что проблема трудоустройства молодых специалистов после окончания вуза изживет в себя довольно быстро. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетьяров, Универньюз.